Библейский портал экзегет.ру представляет Эта лекция по первой главе Послания Колосянам записана для Библейского портала Экзегет. Послание Колосянам святого апостола Павла. Послание Колосянам относительно короткий текст, это всего четыре главы, но он очень важен, потому что он в очень сжатой, в очень богословски насыщенной форме говорит о самых важных вещах, о том, кто такой Христос, что Он совершил ради нас и что это для нас означает, что это меняет в нашей жизни. Послание начинается с приветствия. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. В древнем мире было установлено правило, как надо начинать письмо. В начале письма должен был представиться отправитель, и он должен был назвать адресата. Такой-то, тому-то. И вот Павел представляется. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа. Это значит, что апостол Павел нам не рассказывает какие-то свои соображения, не делится какими-то своими идеями. Он выступает в качестве апостола, то есть полномочного посланника, полномочного представителя Господа Иисуса Христа, который нам возвещает учение о спасении. Находящимся в колоссах, кому он обращается, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Кто такие эти святые и верные братья? Это члены колоссской церкви. В позднейшие времена слово «святой» приобрело значение христианин, который прославлен церковью за богочестивую жизнь, который может служить нам примером, в отношении которого мы верим, что он молится за нас на небесах. Но в священном писании слово «святой» имеет немножко другой оттенок. «Святой» — это отделенный для Бога. Точно так же, как, например, священные святые сосуды. Это сосуды, которые можно использовать только для богослужения. Из них нельзя пить на перо. И в этом отношении все христиане названы святыми. В этом библейском смысле любой крещеный христианин, любой член церкви является святым, то есть отделенным для Бога. И верным, то есть пребывающих в отношениях верности с Иисусом Христом. И далее здесь встречается очень интересный оборот «во Христе и Иисусе». Что это значит, это «во Христе и Иисусе»? Это значит в определенного рода союзе, в соединении, или, как Библия говорит, в завете со Христом. Слово «завет» — одно из ключевых понятий для священного писания. Часть писания, которую мы сейчас читаем, называется «Новый завет». «Завет» часто переводят как «договор» или «союз». Но слово «договор» звучит несколько так формально. Мы обычно не подписываем договоров с близкими людьми. «Завет» — это союз в более тесном смысле, примерно так же, как «брак» может быть с заветом. Ну, «брак» — это, с одной стороны, договор, но, конечно же, он предполагает близкие личные доверительные отношения. И вот верные пребывают во Христе и Иисусе, они пребывают в союзе со Христом. Как они пребывают во Христе? Ну, другие места священного писания нам объясняют как. Через веру, которая проявляется в крещении Евхаристии и хранении заповедей. Далее апостол говорит «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Что значит слово «благодать»? Слово «благодать» значит расположение, милость, причем милость незаслуженная, милость, которая не обусловлена человеческими деяниями или заслугами, которые исходят в данном случае от Бога. Это чистая, незаслуженная милость. И далее апостол говорит «благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христе Иисуса и любви ко всем святым в надежде на уготованное вам на небесах». То есть христиане – это святые, верные и люди, имеющие надежду. Им уготовано нечто на небесах. «О чем вы прежде слышали в истинном слове «благовествование», которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине». Святой апостол говорит об истинном слове «благовествование», как о некой живой действующей силе. То есть через слово «благовествование» в мире действует Бог. Священное Писание отличается от всех прочих книг, что все остальные книги мы читаем в отсутствии автора. Священное Писание мы всегда читаем в присутствии автора, в присутствии Бога, который действует через Писание, но он действует не только через Писание, он действует через проповедь Церкви в целом, он действует через проповедь апостолов. И «благовествование», проповедь «благовествования», на которую люди отзываются, это не просто распространение каких-то взглядов, это не распространение какой-то идеологии, это сверхъестественное вторжение в наш мир, когда Бог могущественно входит в этот мир и могущественно меняет человеческие жизни. И, как пишет апостол, «С того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епофраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил вас о вашей любви в духе». То есть проповедь Евангелия, на которую колосяне отозвались покаянием и верой, глубоко переменила их жизнь, говорится, что они проявляют любовь в духе, они проявляют братскую любовь по отношению друг к другу и по отношению к Епофрасу. И мы видим, что слово Божие, христианство, это не набор просто утверждений, это могущественная Божия сила, которая действует в жизни людей. И далее апостол говорит о своей молитве. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляя всякой силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Итак, апостол молится о том, чтобы колосяне исполнялись познанием воли Божией, то есть, чего Он более всего для них желает. Конечно, Он желает для них, может быть, земного благополучия, но это не проговаривается. Самое важное, о чем Он молится, чтобы они исполнялись познанием воли Его, потому что самое важное в этом мире – это знать волю Божию и следовать ей, поскольку Бог всегда желает нам блага. Мы часто себе блага не желаем, мы часто себе вредим, Бог всегда желает нам блага и спасения. Он говорит, укрепляясь всякой силой по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью. То есть, результатом действия Бога в жизни людей является терпение и великодушие с радостью. И далее апостол делает ряд несколько очень важных, таких насыщенных богословских утверждений. «Благодаря Бога и Отца, который призвал нас к участию в наследии святых во свете». То есть, Бог призвал нас, всех христиан, к участию в наследии святых во свете, Он избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Бог избавил нас от власти тьмы, от власти греха, от власти заблуждения, от жизни, которая живется в пустую, от жизни, которая живется без цели. Представьте себе человека, который заблудился в лесу. И он идет, обдирается об колючки, его едят комары, ему трудно, он чрезвычайно устал, он огорчен и раздражен, а он боится, что с ним будет дальше. И вот пришел кто-то, ему встретился кто-то, кто вывел его на дорогу. Он избавлен от этого бесцельного блуждания, и он выведен на дорогу, которая ведет к населенному городу. Когда мы не знаем Бога, когда люди не знают Бога, их жизнь представляет собой блуждание, у которого нет окончательной цели. Люди живут, как им живется, но не знают, зачем, куда направлен их жизненный путь. Мы куда-то направляемся, или просто мы пытаемся, ну, как-то более-менее комфортно прожить, не очень понятно зачем. И когда мы живем, мы не знаем, что мы делаем в этом мире, мы не знаем, кто мы такие, мы не знаем, на что нам надеяться, мы находимся во тьме. И поскольку мы не знаем Бога в этом состоянии, мы грешим. Иногда мы грешим по неведению, иногда мы грешим по злой воле, но мы пребываем в этой власти тьмы и греха. И вот Бог избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного сына своего. Царство – это тоже очень важное ключевое понятие для священного писания, оно постоянно возникает. И его легко понять неправильно, потому что для нас царство – это такое политическое или географическое понятие. Мы в детстве в школе рисовали контурные карты, царство такое-то там, царство еще кого-то царя, мы там примерно рисовали границы. На самом деле царство можно передать как царствование, владычество. Царство Божие или Царство Небесное, что то же самое в библейском контексте, это владычество Бога. Мы сделались подданными Царства Божие. Мы приобрели Небесное гражданство. В другом своем послании апостол Павел говорит «наше жительство на небесах» или более подробный перевод «мы небесное поселение, небесная колония». Он использует образ, знакомый его читателям. Дело в том, что воины, которые сражались за Рим, ветераны, которые служили в римских регионах, в регионах, они получали право на жительство в Риме, они получали римское гражданство, они получали все связанные с ним привилегии. Но римские власти не очень хотели, чтобы люди, которые имели опыт боевых действий, у них жили в Риме, это могло, создавало почву для беспорядков. Поэтому они что делали? Они устраивали такой Рим за пределами Рима. Они объявляли некоторые города юридически Римом, юридически частью Рима. То есть он мог находиться, сам город где-то в другом совершенно месте, но юридически он считался частью Рима. Все его жители считались римскими гражданами со всеми их привилегиями. И вот мы, хотя мы находимся вне царства Божия сейчас, как непосредственного прямого водичества Бога, мы как христиане введены в это царство в том плане, что мы являемся подданными. У нас есть небесное гражданство. Мы граждане небесного Иерусалима. В этом отношении мы введены в царство. У нас есть царь. Это царь Иисус Христос. У нас есть гражданство, подданство, Родина. Мы находимся на небесах в этом отношении. Мы являемся сейчас странниками и пришельцами, как сказано в другом месте в Священном Писании, в том плане, что мы не принадлежим в определенном отношении к этому миру. Мы принадлежим царству Господа нашего Иисуса Христа. Мы его подданные. Ну, я приведу такой пример. Когда я читаю в интернете, скажем, английскую прессу, там выскакивает реклама, на которой какие-то товары и услуги для англичан, живущих в России. То есть они предполагают, что, может быть, какой-то англичанин зашел на их сайт из России. Они это определяют по IP. И вот для сообщества англичан, живущих в России, у них какие-то там есть услуги. И вот действительно люди, которые живут в чужой стране, там россияне, может, в Америке или англичане в России, они собираются, общаются между собой. И они помнят, конечно, о том, что они, ну, не местные, они на самом деле граждане другой страны. Вот мы все в этом мире, поскольку мы христиане, являемся гражданами царства Иисуса Христа. Это означает, что у нас есть определенные права и определенные обязательства. У нас есть царь, это царь Иисус Христос. Мы принадлежим к его царству. У нас есть гражданство Небесного Иерусалима, в котором, продолжает апостол, мы имеем искупление кровью его и прощение грехов. Мы искуплены от наших грехов. Мы имеем искупление наших грехов. Это значит, что, поскольку мы через веру, крещение, Евхаристию, хранение заповедей, пребываем во Христе, наши грехи полностью прощены. Мы имеем искупление крови его и прощение грехов. Если вы уверовали в Господа Иисуса Христа, ваши грехи прощены, и все, что было в вашей прошлой жизни без Бога, изглажено, уничтожено, этого нет. Эти записи убраны просто из регистра, их нет, не существует. Мы прощены. Мы имеем искупление крови его и прощение грехов. Благая весть вообще есть благая весть о прощении грехов. Мы можем быть уверены, что наши грехи прощены, какими бы они ни были, если мы от них отвернулись и если мы прибегли ко Христу за прощением. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Здесь эти слова апостола перекликаются со словами Евангелия Атеана, где Христос говорит «Видевший меня, видел Отца». Для того, чтобы понять, кто есть Бог, кто есть Отец, мы должны взирать на Иисуса Христа. В этом отношении Иисус есть образ Бога невидимого и апостол говорит «Рожденный прежде всякой твари». И тут он говорит о Христе удивительные вещи. Он говорит, что Христос не просто выдающийся Божий посланец, не просто выдающийся Божий пророк, не просто замечательный праведник, который показывает нам, как выглядит Бог. Потому что, наверное, отблески Бога есть в любом святом, в любом добром и богочестивом человеке присутствует нечто от Бога. Но апостол говорит об Иисусе Христе, что Он рожден прежде всякой твари, и им создано все, что на небесах и на земле. Иисус Христос является Создателем мира, Создателем всего существующего. То есть здесь апостол говорит, что Иисус Христос является не только человеком, Он является Богом. Потом уже Церковь формулирует на основании этих и многих других слов Священного Писания так называемый халкидонский догмат, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. И иногда люди невнимательные к Священному Писанию говорят, а где в Библии написано, что Иисус Христос – Бог? Очень много где написано. Ну, в частности, вот здесь у апостола Павла говорится о том, что Иисус Христос есть Творец. И что? Это он говорит в определенном контексте. Видимо, колосяне сталкивались с какими-то уже учителями, которые побуждали их поклоняться каким-то ангелам, духам, каким-то сотворенным существам. И он говорит, вы должны поклоняться Иисусу Христу, который создал все – престол ли господство, ли начальство, ли власть, ли. Речь идет о сверхъестественных духовных существах, о каких-то ангельских иерархиях, которым, возможно, колосяне по ошибке, по неразумию были склонны поклоняться. И им, все им и для него создано. То есть, Иисус Христос – это тот, кто является, во-первых, источником всего сотворенного. Мы все сотворены Сыном Божиим. И Он является целью всего сотворенного. Все для Него создано. То есть, мы, зная это, мы не являемся потерянными, мы не бредем по этой жизни бесцельно. Мы знаем, для чего мы. Мы знаем, откуда мы. Мы знаем, что нас создал Бог. Бог, который пришел на эту землю в лице Иисуса Христа для того, чтобы нас искупить. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Он создал весь мир, и Он поддерживает его в бытии. Все, что существует, существует благодаря тому, что Сын Божий удерживает его в бытии. Если бы Иисус Христос больше не захотел поддерживать наш мир, Он бы вернулся в небытие, его бы больше не было. Мы проживаем каждую следующую минуту, делаем каждый следующий вдох, потому что Иисус Христос продолжает поддерживать этот мир в бытии. И Он есть глава Церкви. Иисус Христос есть и Бог, который создал весь мир и поддерживает его существование, и Человек. Он есть глава Тела Церкви. Как Человек, Он является главой Тела Церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. И чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и небесное и земное. Крестная жертва Христа приобретает для нас мир с Богом и мир друг с другом. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды богоествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Вы были, говорит апостол, некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам. Человек, который живет без Бога, неизбежно ему враждебен, точно так же, как человек, который не признает власть законного государя, ему враждебен. И дело не только в этом, дело в том, что человеческая природа повреждена грехом, и человек расположен к злым делам. Конечно, это нелегко признать в отношении себя самого, когда там другие люди, они расположены к злым делам, они, конечно, изрядные злодеи. А я, нет, я человек хороший, я, может, не херувим, но я чту уголовный кодекс. Но мы знаем из Священного Писания, а если мы присмотримся, проявим некоторое мужество, присмотримся к себе из своего личного опыта, что мы все грешны. Мы противимся Богу, мы склонны противиться Богу, когда Бог приступает к нам со своими заповедями, мы начинаем бунтовать, мы начинаем противиться и ворчать. И вот апостол говорит, что Христос нас примирил с Богом благодаря тому, что Он искупил наши грехи, и у Бога есть замысел о нас, чтобы, с какой целью, представить нас святыми, непорочными, неповинными пред собой. То есть цель Бога – привести нас к совершенной святости, которую мы достигнем, конечно, только на небесах, но процесс начинается уже сейчас. И апостол говорит, если пребываете тверды и непоколебимы в вере, то есть если вы не оставляете Христа ради каких-то уже учений, от которых апостол и предостерегает. И далее апостол говорит, «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в поте моей скорбей Христовых за тело Его, которой есть церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить слово Божие, тайну сокрытую от веков и родов». Апостол говорит о том, что церковь есть тело Христово. Это часто возникающий у него образ, что мы составляем как бы единый организм. Христианство – благая весть, это не благая весть, возвещенная к неким гордым одиночкам. Это благая весть, которая созидает церковь. Домостроительство – ну, значит, Божий замысел о спасении человечества. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым Бог благоволил показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, в которой есть Христос в вас упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я тружусь и подвязаю силу его, действующую во мне могущественно». Апостол еще раз подчеркивает, что и его проповедь, и наше обращение ко Христу не есть просто результат какой-то агитации. Это сверхъестественное действие Бога, который ищет нашего спасения, на которое мы отзываемся, когда мы принимаем Слово Божие верой. То есть, когда мы прилагаем его к сердцу, и мы признаем, что то, что здесь написано, это написано не просто про Калосян или про Римлян или про Коринфян, это написано про нас с вами. «Каждый из нас, вот я лично принадлежу к этому сообществу, к которому обращается святой апостол Павел, и все, что он говорит о нас, о наших отношениях с Богом, это имеет прямое отношение и ко мне тоже, и это должно определять и мое отношение к миру, и мое поведение». Но об этом апостол продолжает речь уже в следующей главе.